Физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Барсуки планируют сдать досрочно в декабре 2024 года. Спортивный объект будет оборудован тренажерами, спортинвентарем и площадками для занятий боксом, борьбой и дзюдо. Строительство ФОКа было начато в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Демография». Депутаты Госдумы предложили сделать должность участкового-уполномоченного в системе МВД России избираемой. В Госдуме отметили, что те, кто работают с людьми, отвечают за поквартирные обходы, работают на территории, должны быть публичны. Их должны знать обществе, к ним должно быть повышенное доверие. Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы. Достаточно будет предъявить QR-код. Цифровое удостоверение в формате QR-кода будет равноценно бумажному. Его можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в центрах госуслуг, социальных учреждениях или, к примеру, при покупке билета в музеи в любом городе России. При Минпросвещении России создан Всероссийский родительский комитет. Комитет провел первое заседание. Председателем органа избрали директора лагеря «Артек» Константин Федоренко. Создание организации зимой 2024 года поддержал президент Владимир Путин. Комитет будет консультативным органом при Минпросвещении. Организация будет отвечать за взаимодействие родителей, школ и региональных властей. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении донорам крови право на сохранение неиспользованных дней отдыха при переходе на другую работу. В проекте закона уточняется, что дни отдыха предоставляются при условии письменного уведомления работника при заключении трудового договора о наличии у него права на неиспользованные дни отдыха, предоставляемые в связи со сдачей крови. Порядок предоставления указанных дней отдыха определяется по соглашению между работником и работодателем. Всероссийские соревнования по всестилевому карате прошли в рамках 16-х Всероссийских юношеских игр боевых искусств Анапе. В них приняли участие более 900 спортсменов из 49 регионов России. Сборная Ингушетии завоевала два призовых места. Победителем весовой категории до 42 килограммов среди спортсменов 12-13 лет стал Рамазан Гагиев. Обладателем серебряной награды в категории до 39 килограммов стал Илес Шоухалов.